Сегодня заключительный видеоурок. Я надеюсь, что вы разбирали всё именно по фразам, по предложениям, и вы сейчас сможете сориентироваться, какие фразы и какие предложения мы играли. Потому что третья часть, она очень сильно похожа на две предыдущие, то есть повторяющихся моментов будет достаточно немало. Ну а сейчас нужно сыграть самое начало, первые четыре фразы, но первую фразу из первой части мы заменим на первую фразу из второй части. Вот именно с этой фразы нам сейчас и нужно начать. А дальше мы продолжаем всё, как у нас было в самом начале. Играем вторую фразу, третью и четвёртую. Далее мы переходим на второе предложение. Ну а переходим на второе предложение, именно второй части. И здесь мы останавливаемся на третьей фразе во втором предложении. У нас самый последний аккорд, последняя фраза, она будет уже немного другой. Во второй части концовка была такая. Три пальца на пятом ладу. А теперь мы должны сделать следующее. После третьей фразы мы третьим пальцем переезжаем на следующий лад. Играем вместе с пятой открытой первую струну. Дальше добавляем мизинец на третью. Далее добавляем средний палец на вторую. И после этого играем аккорд. Пятую, третью, вторую и первую. Все эти три пальца зажимает в свои струны. Третью, вторую, первую. Сейчас мы делаем приёмом арпеджиату. Именно этот аккорд, который называется аккорд ля мажор. Пятая, третья, вторая, первая. И ещё раз пройдёмся по этой всей части. Нам нужно понять, где мы что повторяем. В самом начале мы играем первое предложение из первой части. То есть то, что мы разбирали на первом роте. Но первую фразу заменяем на первую фразу из второй части. Там, где мы использовали аккорд А7. А дальше всё продолжается, как у нас было в самом начале. Вторая фраза. Третья. И четвёртая. Аккорд ля мажор. Далее мы переходим на второе предложение второй части. И играем здесь так. Доходим до последней фразы. И последнюю фразу теперь заменяем на новую. Придвигаемся третьим пальцем на пятый лад. Играем вместе с пятой открытой. Дальше зажимаем третью. Зажимаем вторую. Играем. И в конце аккорд. Приёмом арпеджиату. Пятая, третья, вторая и первая. Струны. Приёмом арпеджиату. Третья часть звучит так. Итак, мы закончили разбирать музыку из телепередачи «В мире животных». Ещё раз повторюсь, старайтесь ориентироваться при разборе, ориентироваться на музыкальные фразы, на предложения и на переводы. Потом будет проще учить и запоминать те или иные композиции. И пробуйте ещё играть именно эти большие части в разном порядке. Сегодня мы разобрали третью часть. Попробуйте теперь сыграть третью часть, потом вторую, потом первую. Чтобы вы чётко разделяли, где какая часть начинается, где заканчивается. И могли сыграть их в разном порядке. Меня зовут Александр Чуйко, это сайт guitarmi.ru. До встречи в следующих видео.